Пожалуйста, не надо никого травить, даже если вы не согласны с мнением человека, его поступками и прочим. Цель пояснить, к чему ситуация привела в итоге, с какими словами в свой адрес я не согласна. И пожалуйста, воздержитесь от обсасывания данной темы, так как теперь все окей. Всем привет, сегодня я бы хотела подвести итоги всей ситуации, связанной с прошлым моим видео, в котором осветило не устраивающие многих, и меня в том числе, минусы сайта донатов.нет. В данный момент мое видео скрыто, поскольку администрация сайта связалась со мной лично. Мы мило побеседовали, обсудили сложившуюся ситуацию, позицию людей, выступающих против их политики в отношении чеков, и, о боже, они услышали меня и согласились ее поменять. Я очень рада, что сервис уже смог пойти навстречу, понял проблему и не стал ее игнорировать. Он согласен развиваться, согласен стать лучше. К сожалению, некоторые личности, в отличие от самих донов, решили пропустить мои тейки мимо ушей, и об этом я сейчас расскажу поподробнее. Видео освещало проблему со стороны комьюнити Идена, а не всех игр в принципе лол, поскольку там проблема с чеками не является такой явной и наболевшей. По этой причине некоторые люди, услышав слово блогеры, решили, что это призыв к хейту и травле всех тех, кто связан с Сайтом и Иденчиком. Начался какой-то цирк, поднялся вой, где согласные с позицией нет, начали сраться друг с другом, начали травить меня, начали травить других медийных личностей, что я в крайней степени осуждаю. И если вы были тем, кто желал смерти в анонимке, то пожалуйста, сходите к психиатру, лол, у вас проблемы с головой. Я согласна с тем, что мое видео получилось агрессивным, и что в целом все, что я делаю, состоит на 90% из мата, полусторонней и сарказма. Но почему критикуемые в такой манере Доны услышали меня, поняли проблему и готовы ее исправить? В то время как большинство детей, и не только, которые даже не стали досматривать мое видео до конца, начали кидаться какашками и говорить о том, какой сервис бедный и несчастный, и ничего реализовать не может. Для тех, кто не понял, поясню. Весь мой негатив и шквал негодования был направлен на сайт, на их политику и на людей, которые поддерживали эту самую прошлую политику. Люди не стали вслушиваться в мое видео, а то и вовсе не смотреть его до конца. Придумали какую-то чушь, и мне искренне непонятно, почему люди отказывались слышать то, что это неправда. Я не понимаю, откуда в целом вы взяли эту информацию, почему вы высосали из пальца то, что не должно было быть высосано, и почему этот конфликт раздулся до таких масштабов. Аккаунт, который у меня однажды скамнули, был моим родным, данные от которого я никому не давала. Я это тоже говорила в своих видеороликах. А люди, просившие у меня помощи, приходили ко мне также с родными аккаунтами. Я же никогда не являлась гарантом, никак не связана с трейд-сферой. И вообще, трейд-сфера не является то, что я одобряю. Потому что, как минимум, из-за халатных обменов, купли и продажи аккаунтов, что против политики Netis, я видела неоднократно, как люди получали китайский бан. Конфликта между людьми не должно было быть изначально. Поэтому то, что устроили дети, то, как они это раздули, развирутили в тиктоках, это просто полный пиздец. Люди зачем-то начали нести полный бред, опустились на самое днище, оболгав меня, смешав с грязью, начав считать мою зарплату, оправдывая все эти действия тем, что у меня грубая подача и агрессивное видео. И что вообще-то плохо, она там мат сказала. Объяснение для тех людей, которые принялись в комментах смешивать меня с грязью. Дети, если вам так нравится считать чужую зарплату, я хочу дать вам совет. Устроитесь на работу, а количество агрессии и мата не делает меня глупой. Вы в курсе, что этот глупый человек, вообще-то, помогал своим подписчикам резать аккаунты, до чего они, к слову, не смогли задуматься сами. Как жаль, как сука жаль то, что человек, который пытался открыть вам глаза на существующие проблемы сервиса, которые, к слову, сейчас будут исправлены, оказывается глупым. Просто потому, что в его видео не та подача, с которой вы обычно привыкли смотреть чужие видеоролики. Не хочу возвращаться к теме скама, но не буду таить от вас то, что украсть ваши данные можно не только, получив информацию лично от вас. Существует софт, способный взломать что угодно. А китайская гачи-мобилка не является самым защищенным приложением в этом мире. Особенно с таким кривым кодом, спизженным с гитхаба. Вы знаете, для того, что сейчас происходит на экране, не нужно быть гением-программистером. Достаточно просто иметь пару извилин. Расскажу вам также про то, что существует банальный стилер, который способен украсть ваши логины и пароли. Папки с данными, при наличии которых устройство, считается доверенным, и поэтому дополнительная защита не активируется. Также они воруют много другой инфы, вплоть до банковских карт и криптокошельков. Найти сотни вариантов под ваши нужды, может быть, в интернете. Так еще и абсолютно бесплатно. Я не утверждаю, что именно таким способом скамятся аккаунты выдания. Просто я привела пример того, что вы не защищены от потерь своих данных. Даже если вы никому их не передаете. Большая часть людей не стала разбираться в том, что правда, а что нет. Разгонять на эту тему срач и уже переходить на мою личность. Хочется верить в то, что лето скоро закончится, и эти люди наконец-таки снова обратно сядут за парту. Надеюсь, после данного видеоролика люди поймут, что не нужно кого-то слепо защищать, смотреть ситуацию с обеих сторон и слушать то, что говорит человек. И уж тем более, пожалуйста, не нужно никогда травить людей. Потому что, как минимум, мы находимся не в детском садике. Чему с донами я закрываю. Всем спасибо. Чел, если ты реально занимаешься этой хуйней, иди сделай нахуй уроки. Уроки, блядь, вам что в школе уроки не задают, блядь? Ты математику сделал, нахуй? Не будь мне сюда, принеси, покажи свои, блядь, домашние задания. Продолжение следует...